В Якутске по факту травмирования детей в батутном центре возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В следственном комитете сообщили, что дело возбуждено по результатам проверки сведений, изложенных в интернете. Подробности в материале Юрия Осипова. По соцсетям распространилась информация, что во вновь открывшемся батутном центре получили травмы несколько несовершеннолетних. В медучреждения, находящиеся в городе Якутске, вперед с 8 по 9 апреля текущего года обратились трое несовершеннолетних. В возрасте 9, 10 и 14 лет. Сами руководители центра узнали о сложившейся ситуации из тех же соцсетей. Проверить эту информацию мы поехали в национальный центр медицины, пообщались с врачами, с заведующим травматологией. Выяснилось, что есть несколько детей из нашего центра, которые получили компрессионный перелом. На данный момент выясняются причины, из-за которых были получены травмы. Как нам рассказали в центре, перед началом занятий каждый посетитель проходит инструктаж по технике безопасности. Посетители, приходя к нам в первый раз, заполняют анкету гостю. Если они приходят с детьми, то ниже указывают информацию о детях также. Также они заполняют, подписывают соглашение о том, что вся ответственность лежит на родителях. С момента открытия центра его уже посетило около 1000 человек. Из них 60% дети. Арина центра составляет 350 квадратных метров. На этой площади расположено 14 батутов и две поролоновые ямы. То есть детские батуты, вроде это ПВХ материал, они достаточно мягкие, потому что на них количество пружин меньше. Это детская зона, детская поролоновая яма. Детям запрещается прыгать с этих батутов в яму, потому что существует риск именно прыгнуть, как-то задеть, получается раму. Чтобы заниматься подобным видом спорта, нужно иметь хотя бы минимальную физическую подготовку. Перед каждым занятием необходимо провести разминку и разогреть все мышцы и суставы. Сейчас руководством центра проводится внутреннее расследование. С родителями пришли к взаимопониманию. Собрали родителей, дети которых получили травмы в нашем батутном центре. И послушали их, высказали свое мнение. И пришли к выводу, что родители претензий к нам не имеют. В связи с сложившейся ситуацией руководством центра четко разграничены места на арене. На одной половине занимаются опытные спортсмены, новички и дети занимаются на другой. В данное время посещение центра детьми до 14 лет включительно приостановлено. Юрий Осипов, Андрей Осекритов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.